Здравствуйте! Вас приветствует Вероника Поливкина на канале Природа Будущего. Весна, но верится с трудом. Еще столько снега, да и морозы, не весенние. Но все это изменится очень быстро. У садоводов и огородников начинается горячая пора. Семена, рассада, покупка удобрений. Об этом очень много информации. А мне хочется поговорить сегодня о цветах. Есть такие, которые, несомненно, все любят, а вот покупать их в магазине становится все сложнее, так как цены растут, качество ухудшается. Но если знать некоторые секреты, можно самим размножать их в том количестве, которое вам необходимо и даже с запасом. И вот как раз сейчас, в марте-апреле, самое время этим заняться. Мы поговорим о весеннем размножении лилий и георгинов. Нет-нет, не простое деление луковиц и корневищ. Мы именно будем выращивать новые растения. Но прежде чем мы приступим, нужно купить хотя бы одну луковицу лилии и один корень георгина. Если у вас их нет, выбирайте без гнили, плесени и невысушенные. А еще я вам настоятельно рекомендую купить одно волшебное средство, которое поможет не только решить нашу задачу, но и вырастить крепкую здоровую рассаду овощей и цветов, не применяя никакие удобрения. Получить отличный урожай. Короче, средство универсальное. И можно и нужно пользоваться от замачивания семян и до сбора урожая. Знакомьтесь, это Ростобион. Вы, наверное, уже слышали это название. О нем сейчас многие говорят. И неудивительно. Препарат действительно уникальный. Мы уже полюбили суспензию хлореллы, которую для нас выпускает компания Биокомплекс. Именно эта компания является автором этого популярного препарата. Потом его стали выпускать и другие компании, так как хлорелла получила всеобщее признание. Появились даже подделки. И вот Биокомплекс выпускает новый препарат, который намного мощнее суспензии хлореллы. В чем разница? Как тот, так и другой препараты являются мощнейшими стимуляторами и роста, и качества развития растений. Оба сделаны на основе природной водоросли хлореллы. Но в новом препарате Ростобион немного изменена технология выращивания этой водоросли. Она получает более качественное питание и изменена концентрация полезных веществ в растворе. Поэтому и эффект от применения препарата значительно выше. В составе только натуральные фитогормоны, витамины и аминокислоты, что так необходимо растениям для отличного развития. Почему я заговорила об этом препарате? Для нашей задачи размножения растений мы в принципе можем обойтись и без него. Но с применением результат получается просто бомбический. Итак, начнем с лилии. Покупаем понравившийся сорт. Осматриваем. И если даже луковицу попалось неважного качества, не беда. Главное, чтобы без гнили. Какая-то не очень симпатичная, да? Ну вот такие продают. Еще бы хранилась всю зиму где-то на складе. Но нам это не помешает. Отделяем от нее верхние чешуйки. Можно снять до половины. Она почти не изменилась. Смотрите, сколько чешуйок я уже сняла. Если чешуйки немного подгнили, обрезаем до здорового места. И далее замачиваем на час-два в ростобионе. По инструкции на упаковке замачивать луковичный нужно всего на 10-15 минут. Но это перед посадкой. А мы-то, во-первых, готовим луковицу к размножению, а во-вторых, немного реанимируем ее после длительного хранения. Она должна восстановить потерянную влагу. Поэтому мы продляем срок замачивания до часа, а то и двух, в зависимости от состояния луковицы. Вреда точно не будет. Просушиваем сутки, чтобы ранки зарубцевались. Укладываем в пакет с чуть влажным субстратом. Можно использовать вермиколит, торф и даже опилки. Увлажняем. И лучше не просто водичкой, а опять же раствором ростобиона. Перемешиваем, не забываем бирочку и закрываем все на полтора месяца. Время летит быстро. Лежали мои чешуйки просто на столе, в комнате. Не удержалась, открыла, конечно, раньше. Не через полтора месяца, а через три недели. Как видите, на чешуйках уже образовались маленькие луковички. И не отделяя их от чешуйок, можно будет их высадить. Чтобы лучше рассмотреть, что получилось, промоем наше сокровище водичкой. Посмотрите, чешуйки совсем не изменились, не высохли, не сгнили. А маленькие луковки все разные, хотя взяты от одной лилии. Просто они находятся в разных стадиях развития. Некоторые уже опустили корни и ждать больше нельзя. Раз есть корни, должен быть питательный грунт. Вообще сажают сразу в открытый грунт. Но если погода холодная, то жалко. Да и ухаживать будет сложновато. Значит, сажаем в горшки. Но это временно. Мы вдавливаем чешуйку в очень рыхлопитательный грунт, так, чтобы луковка лишь коснулась земли. Если есть корешок, то его аккуратно заглубляем. Грунт желательно обеззаразить. Малышки еще слишком нежные, чтобы рисковать их здоровьем. Можно немного замульчировать сверху перлитом, песочком. А лучше взять диатомит, содержащего много кремния, который жизненно необходим всем растениям. Его, кстати, хорошо бы добавить и в сам грунт. Ставим на светлый подоконник в доме. Перепады ночной и дневной температуры в доме не чувствуются. Значит, луковичкам будет более комфортно. На несколько дней можно даже подержать под пакетиком для поддержания постоянной влаги. Когда подрастут немного, переставим в сад. В первое лето они будут не очень большие, но на следующее уже совсем взрослые. Зацветут наши лилии на третий, а иногда и на второй год. Но некоторым счастливчикам удается увидеть первый цветочек уже в первое лето. И у меня такое было. Но только один раз. Надеюсь, что у вас все получится. Теперь будем размножать георгины. Покупаю несколько сортов. Осматриваю корни. Все подгнившие и оторванные части обрезаю. Не нужны и вот такие бороды. Их тоже обрезаю. Ну и дальше, вы, наверное, уже догадались, чтобы восстановить корневище после хранения и стимулировать. Снова замачиваем на 1-2 часа в растворе роста биона. Как всегда, время зря не тратим. Готовим землю. Да-да, вы не ослышались. Я собираю их сажать в горшки. Зачем? Скоро узнаете. А земля мне особо плодородная не нужна. Сойдут покупной грунт. Ну вот, держать влагу он должен. Поэтому добавляю диатомит. Горшки нужны не глубокие, но широкие. Воспользуемся одноразовой посудой. Сажаем так, чтобы корень не полностью был заглублен в грунт. Спинки должны торчать. Обильно поливаем тем, что осталось от замачивания. Прошло меньше недели, и почки стремительно пошли в рост. Как только росток достигает 3-5 см, его можно выламывать. При посадке в отдельный горшок он даст жизнь новому растению. И осенью будет полноценно цвести. Вы думаете, что выломав побеги, мы оставим основной корень без цветов. Да ничего подобного. Выламывание первых побегов стимулирует новые почки к пробуждению. А росток нужно подержать на воздухе. Минут 30, чтобы ранка подвялилась. И посадить в землю. Накрываем целлофановым пакетом на недельку. Через неделю количество ростков увеличивается. Их снова и снова можно выламывать и сажать. Видите, сколько почек пробудилось только на одном месте? А ведь корневище было еле живым и почти без почек. И все новые и новые почки будут пробуждаться весь март и апрель. В результате вы получите с одного растения очень много новых растений. Но не передерживайте побеги. Чем меньше они, тем лучше приживаются. Чтобы рассада хорошо развивалась, можно раз в недельку опрыскивать ее по листу раствором растобиона и поливать под корень. На 1 литр воды добавляем 50 мл растобиона. Сажаем росточки в горшки весь апрель. А в мае в сад у нас будет целая роща этих замечательных цветов. А после первого заморозка вы выкопаете чудесные молоденькие светленькие корешочки без всяких излишеств и сохраните их до нового сезона. А старый разросшийся корень смело выбросите. Иначе его следующей весной придется делить. А деленый корень цветет хуже молоденьких. У вас будет так много нового посадочного материала, что его можно будет обменять на другие сорта, подарить хорошим людям и даже продать при желании. Удачи вам! С вами была Вероника Поливкина. Всего вам доброго! До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!